В этом видео я расскажу тебе про 7 фишек, которые сделают презентацию школьника или студента интереснее для того, чтобы ты получал отличные оценки и удивлял своих преподавателей. А именно, цепляющее название и тема, интересный контент, захватывающе начать, вовлекать аудиторию, единый визуальный стиль для презентации, придумать интерактив и подготовиться к выступлению. Привет, я Миша, мы вместе с тобой учимся создавать интересные презентации. В чем же проблема, спрошу я тебя, школьных презентаций? Проблема большинства школьных презентаций в том, что они делаются для галочки, они получаются скучными, там много скопированного текста из интернета, из-за того, что нет мотивации, нет погружения в суть. Тебя наверняка и самого хоть раз дозаставляли делать презентацию тогда, когда ты этого не хотел, правда? Вот эти проблемы я помогу тебе решить, если ты смотришь это видео, значит ты другой, ты не хочешь делать вот так, ты хочешь делать лучше. Шаг номер один, цепляющее название и темы для презентации. Сами преподаватели формулируют тему так, что с ней неинтересно работать, она неинтересна нам, она неинтересна одноклассникам. Что, если я тебе скажу, даже самую скучную и противную тему можно перефразировать и сделать ее захватывающей? Например, задали нам тему «Жизнь и творчество Владимира Владимировича Маяковского». Посмотреть в интернете таких презентаций сотни, все в открытом доступе, заходи и скачивай. В них нет ничего интересного и сама тема, честно, не цепляет, поэтому мы такую тему не берем. А как же назвать такую презентацию, Миша? Спросишь ты меня. Вот один из моих любимых примеров. 10 фактов про Маяковского, которые должен знать каждый. Интереснее? Да, потому что такой заголовок вовлекает, он продает. Вот, при этом содержание презентации можно не менять. С самого начала у вас есть около 20 секунд. Если вы за 20 секунд не зацепите, не заинтересуете зрителя, высока вероятность того, что он отвалится и не будет вас слушать. Чем интереснее тема, тем выше вовлеченность. Зрители будут думать, какой факт будет следующим и не уснут в середине выступления. Хороший заголовок влияет и на содержание. Если мы называем презентацию «10 фактов», это дает нам четкий алгоритм из 10 шагов и помогает не намудрить с контентом. И в момент выступления намного проще идти по шагам. Первое, второе, третье, четвертое. Само выступление будет логичным. И подобные названия заставляют нас самих глубже копнуть в тему. Мы уже не сможем бездумно скопировать текст из интернета. Нам нужно будет погрузиться, изучить для того, чтобы выстроить четкую структуру. И вот тут совет для преподавателей. Формулировать для учеников тему таким образом, чтобы ее нельзя было просто найти готовую в интернете. Давай посмотрим больше примеров и инструментов. Инструмент номер один. Сформулировать в заголовке вопрос. Все школьные презентации из этого видео, они абсолютно реальные. Я их нашел в интернете, ничего сам не придумывал. Название. Урок ОБЖ в шестом классе. Тема урока «Укусы животных». Ну, неинтересно. Ну, не цепляет. Что мы можем сделать? Мы можем переформулировать в цепляющий вопрос. Что делать, если укусил крокодил? Знаете ли вы? Я нет. Через этот заголовок можно сначала раскрыть всю тему, сохранить интригу до конца, а крокодилам закончить презентацию. Следующий инструмент. В заголовке можно создать еще большую интригу. Вот, например, вполне нормальное название. «Анот плюс катод равно электролиз». Как в этот заголовок посеять смуту? Как навести вот эту шумихую интригу? Можно просто чуть-чуть добавить. «Анот плюс катод равно электролиз» или нет? Логика простая. Вы находите интересный факт по теме своей презентации. Вы интригуете зрителя, чтобы он думал, правда или неправда включался в ваше выступление, слушал, а раскрыть уже в самом конце выступления. Следующий инструмент. Придумать в заголовке загадку. Тема. История создания поэмы Гоголя «Мертвые души». Как можем переделать? Можем тоже переформулировать вопрос. Сколько лет Гоголь писал поэму «Мертвые души»? При этом содержание презентации тоже не менять. И тоже ответить на этот вопрос только в конце выступления, для того, чтобы зрители слушали до конца. Кстати, с этой темой можно со зрителями провести интересную игру «Интерактив», про которую я расскажу ближе к финалу видео, так что ты тоже смотри видео до конца. Мой любимый инструмент. Конкретизировать, добавлять цифры в заголовок. Тема вот такая. Компьютер и здоровье. Ну, такое, да, что-то такое не цепляет. Что мы можем сделать? 10 причин, почему компьютер полезен для здоровья. Интересно было бы узнать. Следующий инструмент. Полезное действие. В заголовок заложить полезное действие для зрителя. Чем контент может помочь зрителю в будущем? Тема такая. «Землетрясение я». Ну, не цепляет. Что, как можем переделать? Что делать, когда начнется землетрясение? Так, конечно, вовлекает сильнее. Упражнение для тебя в комментариях. Под цифрой 1 напиши ту тему, которую тебе задали сейчас, именно в той формулировке, в которой ты получил. Под цифрой 2 попробуй переделать ее в более продающую и вовлекающую. Самые интересные варианты я пролайкаю, а может даже предложу свое решение. Шаг номер 2. Интересный контент. Давай честно. Сколько раз ты видел презентации, в которых текст был просто скопирован из интернета? Сколько раз ты видел одноклассников, одногруппников, которые читают текст о слайда, при этом сами не понимают, что они туда добавили? Стыд и позор. Ты не такой. Я знаю. Скопируй ссылку на это видео и скинь такому человеку. Делать презентацию для того, чтобы ничего не забыть, не перепутать порядок, делать ее для себя, это плохо. Добавлять много текста на слайды, потому что его не получается выучить, это не наш с тобой вариант. На слайды мы добавляем только то, что будет интересно зрителю. Большую часть мы берем на себя. В первую очередь, запомни пожалуйста, в первую очередь мы делаем презентацию для зрителя. Презентация должна дополнять твое выступление. Быть визуальным закрепителем, а не дублировать твою речь. Для этого нужно копнуть глубже и понять свою аудиторию. Перед презентацией ответь на вопросы. Кто будет меня слушать? Что все знают уже про мою тему? Что зрителям и преподавателю будет интересно узнать? Что нужно добавить на слайды, чтобы зрители остались довольны? Какие эмоции должны остаться у зрителей после твоей презентации? Проанализировав аудиторию, тебе будет намного легче работать с контентом и с содержанием и сделать интересную презентацию. Я уже более пяти лет занимаюсь разработкой презентации, обучаю людей, веду большой онлайн-курс и сталкиваюсь с одним очень плохим стереотипом. Презентация будет интересная, если я добавлю побольше ярких картинок, анимаций, ярких цветов. Нет, это так не работает. Интерес к презентации зависит вообще не от визуала. Интерес зависит от того, насколько хорошо мы понимаем, кому мы будем рассказывать презентацию и как это будем делать. И даже самую скучную тему можно сделать увлекательной. Пару рекомендаций, как отбирать контент. Первое, это искать глубже, чем первые страницы поиска. Контент на слайде должен дополнять твою речь, а не дублировать. Искать те факты, которые интересны самому тебе, потому что ты их будешь рассказывать совершенно с другими эмоциями. Формировать списки и тезисы. Так зрителям проще считывать информацию со слайда. Шаг номер три. Интересно начать выступление. Человеческое внимание. Самый дорогой сейчас ресурс. Как внимание удерживать, мы поговорим чуть попозже. Сейчас важно это внимание получить. Человек приходит на твою презентацию. У него куча своих забот, которые важнее, чем твоя презентация. Он может не выспался, у него рассеянное внимание, у него есть свои цели. Он думает о том, чем он будет заниматься, когда придет домой. Его отвлекает телефон, его отвлекают соседи по парте. Твоя задача из всего этого выцепить зрителя. Как это можно сделать? Начать с вопроса. Друзья, а скажите, пожалуйста, как вы думаете, Пушкин в школе хорошо учился? Попросить поднять руку тех, кто... Друзья, а поднимите, пожалуйста, руку те, кто хоть раз мечтал путешествовать во времени. Ага, круто. Начать с увлекательной истории. Летом, в прошлом году, когда я ездил гостить к бабушке в деревню, я там встретил ежа. Вы хоть раз видели сами ежа? Зрительный контакт с аудиторией. Выдержать паузу. Продолжим. Рассказать любопытный факт. А сдали ли вы, что метро впервые появилось в Британии, в Лондоне? Представляете? Я счастлив, что именно ты смотришь мои видео. Я и создаю видео для таких ребят, как ты, которые хотят развиваться, которые хотят учиться и смотрят обучающий контент на ютубе. Спасибо большое за лайки, спасибо большое за подписку. Ты классный. Шаг номер четыре. Вовлекать аудиторию. Внимание у современного человека, как памяти у аквариумной рыбки. Мы с таким трудом получили это внимание, теперь важно его не потерять. Нужно что-то делать в моменте выступления, для того, чтобы зритель еще больше и больше погружался в твою презентацию. Эмоциональная речь не монотонно, не тараторить, использовать паузы, не стоять на месте, жестикулировать, ходить по аудитории, использовать зрительный контакт с аудиторией, проводить опросы, задавать вопросы, использовать риторические вопросы, делать тоже паузы, чтобы привлекать внимание. Можно использовать персональный вопрос кому-то одному, кто отвлекается. И постоянно наблюдать и анализировать ситуацию, смотреть на тех, кто отвлекается, слушать на тех, кто начинает разговаривать на сторонние темы, разрешить зрителям задавать вопросы. Вопросы это очень хороший показатель, чем больше вопросов, тем лучше. Если вопросов нет, это означает, либо было настолько скучно, что они даже не появились, либо было настолько сложно, что их даже было сложно придумать. Тема вовлечения аудитории очень большая, возможно в будущем я сделаю отдельный ролик на эту тему. Вообще напиши в комментариях, какие темы тебе интересны, я все комментарии читаю. Шаг номер пять, это единый стиль оформления, давай же уже поговорим про оформление. Интересная презентация, это не тогда, когда она стильная, яркая, необычная. Задача дизайна презентации сделать как можно более функциональные слайды. Вот пять самых базовых правил дизайна. Все люди, и мы с тобой, привыкли воспринимать контент слева направо и сверху вниз. Именно в таком порядке нам нужно располагать его на слайде по степени важности. Есть еще куча других приемов, как мы можем помогать зрителю быстро ориентироваться на слайде и читать слайд в том порядке, в котором нужно нам, размерами, начертанием, цветом выделять разные элементы, даже в качестве примера, как на вот этом слайде. Контраст. Особенно важно цвет текста по отношению к цвету фона. Текст должен хорошо читаться. Помни, что проекторы постоянно тусклые, из экрана бликуют. Чем лучше контрастность у нас на слайде, тем комфортнее будет читать текст. Читабельность. Мы так долго с тобой подбирали контент, составляли на презентацию. Будет очень обидно, если его будет сложно прочитать. Осторожно совмещать графические элементы на фоне с текстом. Неудачные решения могут повлиять на чтение текста. В первую очередь мы думаем о функциональности слайда. Во вторую уже о красоте и необычности, и о стильности. Не нужно добавлять много контента на один слайд. Из-за этого возникает перегруз, читать слайд совершенно невозможно и совершенно не хочется. И очень круто выглядят те презентации, которые оформлены в едином стиле. Выбран один цвет и используется на протяжении всех слайдах для важных элементов. Выбран один стиль иконок и иллюстрации, тоже используется везде на всей презентации в одном стиле. Выбрана одна шрифтовая гарнитура, и только мы меняем начертания, но шрифт используется один. Если у тебя есть сложности с оформлением презентации, у меня есть решение. По ссылке в описании ты найдешь мой магазин шаблонов для Powerpoint. Это коллекция качественных, легко редактируемых шаблонов. Выбираешь стиль, покупаешь презентацию, в два клика меняешь контент под себя, сдаешь качественную, красивую работу. За оформление можешь не переживать. Если что, на сайте есть подробная инструкция, как редактировать. Ссылка на сайт с шаблонами в описании под роликом. Шаг номер шесть. Придумать интерактив. Интерактив это дополнительное взаимодействие с аудиторией. Можно превратить часть выступления в интересную игру. Давай сразу же посмотрим примеры. Игры со стикерами. Так, у всех есть стикеры, я всем раздал стикеры. Друзья, напишите, вот просто попробуйте предположить. Как вы думаете, сколько лет Гоголь писал поэму «Мертвые души»? Ответ я расскажу в конце. И тем, кто угадает, дам конфетку. Упражнение в качестве разминки. Я придумал и написал 20 фактов про Маяковского. 10 из них ложные. Я буду зачитывать факт, а вы хлопайте, если будете считать, что я говорю правду. Заранее подготовить материалы. Я распечатал карточки со словами на английском языке. Давайте, я буду вам их показывать, а вы кричите, как оно переводится. Срез знаний в конце выступления. Вот, я вам и рассказал, что делать, если вас укусил крокодил. У меня подготовлено 5 вопросов по моей теме. Давайте я их задам и проверим, насколько вы хорошо меня слушали. Онлайн-тесты и квизы. На слайде вы видите QR-код. Каждый сейчас отсканируете его телефоном. Вас перебросят на Google форму. Там вас ждет небольшой тест из 5 вопросов. Давайте, давайте. Интерактивы нужны далеко не всегда. Да, но они действительно превращают выступление в интересную интерактивную игру. Можно даже заранее предупредить группу о том, что в конце вас ждет сюрприз, что вы что-то такое интересненькое подготовили. Они будут ждать. Шаг номер 7. Подготовиться к выступлению. Особенно, если у вас есть страхи и боязнь публичных выступлений, ничего лучше не помогает, чем подготовка. Репетировать выступление, проговорить всю презентацию, выступать перед родителями, перед домашними животными, перед зеркалом. Если очень сложно, то набросать, написать короткий план выступления, который можно взять с собой. Ни в коем случае не берите с собой полностью сценарий. Вопросы, опросы, интерактивы для группы нужно придумывать заранее. И если вы не эксперт в публичных выступлениях, хорошая импровизация это подготовленная импровизация. Обязательно посмотри еще вот эти, вот, вот здесь видео, видео на канале, очень классные, рекомендую, обязательно их посмотри. Подписывайся на канал, чтобы не пропустить и следующее видео. Поставь лайк, если видео тебе понравилось. Пиши комментарии, обратную связь, может как что-то еще добавить хочешь к моему списку инструментов. Подписывайся на канал, спасибо. Ты прям вообще классный и молодец то, что досмотрел до конца. Пока. Пока.